Ой, Серёженька, давай настрой быстрее, я не знаю. Алло, сейчас, минуточку. Сейчас, Игнатий Тихонович, сейчас, минуточку. Серёж, настрой. А, всё. Христос воскресе. Воистину воскресе. Игнатий Тихонович, вот, видно нас? Нет, не видно. Меня не назовут. Алло, видно? Видно. Меня не назовут, Игнатий Тихонович. Это я с детьми пока вместе. Здравствуйте. Добрый день. Игнатий Тихонович, у нас такой вопрос. Ну, мы смотрим ваши ролики, очень-очень-очень много полезного, очень много нужного. Мы хотели у вас спросить, какими вы книгами располагаете своими, чтобы мы могли заказать. Прям вот все, которые у вас есть. Да, и как это... Мы сейчас находимся далеко, в Америке, в Бостоне, но в Омске, недалеко от Барнаула, в Омск, моя дочь и муж. Я скоро сама лечу в Омск. Я скоро сама. И вот хотели мы узнать, какими вы книгами располагаете, и какие можете выслать, и можете ли. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Мы все знаем, мы все знаем, да. Скажите, что не против. Нет, не против. Ну ладно. Нет, не против. Сейчас мы только кончим говорить, я вам тут все данные сброшу. Все отлично, хорошо. А от вас требуется только адрес, и американский, и омский, какой дадите? Мы вам омские, чтобы далеко не слать, потому что я сейчас... Мы вчера только отправляли в Америку, это в Канаду. Позавчера, или когда получили ответ, посылали книги в Ирландию. Тоже... Хорошо. Долго что-то... Хорошо, Игнатий. Обдумайте, куда вам лучше и удобнее, чтобы вас, если не будет... Да. Хорошо, мы тогда посоветуемся, как нам лучше сделать, чтобы оттуда, когда уже не везти, чтобы сразу... Нам проще, когда сразу до места доходит. Когда начинает где-то, перекрытие, и бывает здесь кто-то не пришел, почту вернули, и мне назад вернули книги. Я сколько маялся, и решил... Я знаю, вы рассказывали, да, вы рассказывали. Знаете, а я уезжаю, тем более... Нет, нет, все сделаем четко. Я уезжаю на 4 месяца, поэтому мне нужно успеть сделать это. А, вы уезжаете, ну, как в командировку дальнего. Хорошо, мне дайте знать, чтобы... Игнатий Тихонов, А в этом году вы не будете лагерь продолжать организовывать? А мы в другом формате. Мы приобрели несколько домов, и лагеря, как теперь, из названия убрали. А просто приезжают в гости. И желательно, если могут, с детьми, родители были, тогда к нам Роспотребнадзор никак зайти не может. Я им выделяю отдельный домик, или вместе живут. У нас отдельно мальчики в одном доме, в другом с ними там руководитель. А собираемся вместе. А распорядок тоже, который был в лагере, все точно так же. Хорошо, хорошо. Два года уже мы так продержались, и к нам они приезжают, начальник уголовного розыска, на улице постояли, внутрь, ходу нету. Они все раздавили. Мы устояли. Да, мы смотрели ролики ваши, как приезжали, и, я не знаю, сколько же они с проверок, вы с какой целью, они, вот нам надо зайти, вот нам надо, ну это вообще, молодцы, вы как боевой, я не знаю, воин, воин боевой. Мы ребятишек-то им не дали, понимаете, что? Они в других местах писали, они приехали на автобусе, ребятишек всех загнали в автобус, и в жаре, накаленный, ни пить, ни есть не давали, держали. У меня они ни к одному ребенку пальцем не прикоснулись. А вы видели, когда бежали в ночь ребятишки с лагеря-то? А перед ними там гроза, молния сверкает, боевик настоящий. Ой, как мы прям переживали. Прям настоящее кино. Они пошли на большой грех. Им нужно было узнать адрес детей. И они из краевой прокуратуры, как они сказали, мои данные, это с того, что люди говорили, приходили, чтобы они дали лжепоказания на уголовную статью. Но ни один родитель не пошел на это. Они узнали, примерно, у троих. И пришли, отец с ними разговаривает, не стали там, ну, для того, что детей отнимем. А ничего не получилось. А теперь они подали в суд, чтобы лагерь на сколько-то, на три месяца, прекратил существование. Но они знали, что 18 августа было нападение, июля. А 19-го, я его полностью расформировал и всех распустил, ребятишек спрятал. То есть они били в пустыне место. Лагеря уже не было. Не было. И суд-то решил, кто дал, какого судью. Они впервые, видимо, по всей стране, первый суд проиграли. А штрафы от миллиона до полтора. А здесь они ни одной копейки не могли выиграть. Ни одной. Но я это узнал. Ну, наш был, который представитель, это адвокат. Он наш, член нашей общины. Он очень, с красным диплом закончил. Потом в краевой прокуратуре работал следователь по особо важным государственным преступлениям. А теперь какая-то своя фирма адвокатская. И он выступал, защищал. Ну, все молились. И в Австралии, и в Америке, и в Канаде. Все за нас молились. И они ничего не могли. Так я узнал потом, где этот судья и этого адвоката попросил, чтобы он меня к ней провел. Но она-то меня не видела. А я тогда пришел, ей поклонился и подарил ей сколько-то книг, там, Новый Завет или что-то. Трехтомник наш. Вот так. Ну да, изучай, чтобы сердце ваше было доброе. Еще бы, еще бы. Это такое дело, сломить. Они после этого 10 дней могли подать на пересуд, но они не подали. Опять же, Господь сделал. Она снимала у нас телевидение Т-24 с Москвы прилетели. Четыре с половиной часа у нее набралось. А, которые ролик поставили, а нас, ну, там, минут пять примерно. Больше ничего нет. Остальное где-то или из наших брали, или из Кемерово, там, один какой-то у Дарцев, Евгения, такой, видно весь, сморшится, такая подхаливая. Да вот, Игнатьев, он учил детей лгать, убегать. Лгать и убегать. Как сравнивать? Учил лгать, потому что дети убегали. Он вообще лгать, чему лгать, как? Наоборот, по правде поступили. Вы не имеете права трогать. Лагерь регистрации снят, и они не имели права нас и проверять даже. Но они, когда дети бежали, они дежурили, несколько суток менялась полиция, и батюшка тогда пришел, говорит, мужики, а что вы тут сидите там, машина? А что? Ну, лагеря-то нету, его расформировали уже полностью, детей ее разобрали. Я не, да что? Ну, держат, и ладно. А что, я в колхоз пойду, говорит, работать, милиционеру, а тут морда такая, ему все тут есть? Ну, Бог сделал так, что даже кто не знали, и те узнали о нас. Игнатий Тихонович, а у меня трое детей, младший юрист, а дочь старшая работает вот в системе МВД, она была по делам несовершеннолетних, а сейчас в управлении, в управлении по, вот даже не знаю, как это управление называется, ну, в Омске, в Омске. Так что, мне, мне, мне знакомо немножко. Нам два года полетали из Канады. Из Канады были Королевы. Да, 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 семья, папа, папу я видела. Она приехала, трое детей и мать с ними. Да. Ну, хорошие люди, а ребятишки, видимо, ну, что-то они сами замечают, что-то не то у них. Ну, а тут-то они попали в такие руки, и он никуда пацан-то здоровый, крепкий, с меня ростом-то. Ну, приспособили, даже отдал я его старость, он там жил место, ну, а ему-то когда работу, он руководство стучил, давай там мазать глиной, у него пошло. А он-то дурит и дурит. И все равно мы поставили его на ноги. Игнатий Тихонович, в Канаде очень тяжелая ситуация именно из-за того, что, может, вы слышали, если детей, родители не отпускают в школу, не водят в школу, то на них заводится уголовное дело, потому что это у них прям очень серьезно. А, и была такая история, что отец не отпускал, ну, он дома его обучал своего ребенка, и из-за того, что приняли, но это уже давно приняли, обязательную программу, якобы, для просвещения детей по половому воспитанию. Ну, вот это, знаете, всю гадость, которую рассказывают. Вот. И там, там очень тяжело. Очень тяжело в этом плане. Короче, идет расклевание детей. Если кто думает детей воспитывать по-христиански, спасти от мира, лучше потеряевки нету. Учителя все православные, школа государственная, но начинается все с молитвы. И поэтому все праздники соблюдают под наблюдением. и ясное дело, что это нельзя создать там, где даже большое село и ходить в школу, и чтобы там не развращали. Здесь каждое слово на учении. Или дома, домашнее учение. Сейчас можно в России домашнее учение, чтобы дети приехали. Там в Америке вроде бы очень тоже затруднительно. И они прилетели сюда, вот этот Джастас, Волкер и Митчелл, Стив. Вот он должен приехать. Он из этих езеретиков, там какие-то харизматы или кто-то. И он недавно принял крещение православное. У него 14 ребятишек. Видимо, 10 свои, четверо приемные. И они хотят, чтобы дети учились по-христиански. А там невозможно. Но этот приехал, он за 3 месяца здесь, там что-то мотается. Он еретик. Он у меня был, я ему книги подарил даже. Он хохочет и хохочет. Все время отговорит. У нас демон вырывается просто. Он где-то подцепил у харизматов. Куда же ему деваться? Конечно, он будет себя проявлять. Его не нужно ничего делать. Я ему сделал замечание. Он сидит даже с отцом Дмитрием Смирновым в Москве. Говорит и опять посидит маленько. Речь нормально идет. Опять вот так вот. Видно, что голос не его. И у меня так же был. Я уже провожать пошел. Я иду впереди, а уже стемнелося. Володя идет сзади, а он между нами один идет. Темно. И он идет, и один как опять га-га-га-га-га-га. Я говорю, у тебя одержимость без. Ну и видимо я это у Митчелуна написал, и у нас они друзья были. Может не понравилось, я не знаю. Связи сейчас нет никакой. Я не стал больше писать. Господь рассудит их. А у нас здесь храм Богоявления, и очень хорошая воскресная школа, очень хороший батюшка. Но мы частенько в Джон-Дар-Вилле ездим, и там настоятель Лука, ему уже дали сан, и вот эту Пасху так торжественно, моя просто знакомая Пасху там встречали, а мы у себя в храме. И говорит, такая служба была торжественная, там чудесный, великолепный хор мужской, ну естественно мужской же монастырь. Вот так что празднуем, празднуем. 3 февраля у нас здесь митрополит, вы можете видели, службу вел, местный алтайский, митрополит, отцу моему, брату моему, исполнилось ровно 40 лет отцу Акиму, 40 лет, как он в священном сане. И поэтому митрополит у нас в Барнауле служил, до этого он ездил по Теряевку, а теперь здесь в Барнауле он первый раз у нас в общине был, и у нас все это заснято было. Надо посмотреть. он вдруг решил, а мы-то принадлежим к русской православной зарубежной церкви, мы не русской патриархии. И он решил отца Акима наградить, а он где-то в командировке был, только-только приехал, и он с себя крест с украшениями снял и на отца Акима надел. Я такого не видал. Ну, которые не понимают ничего, а вы никому не принадлежите, как никому не принадлежим, архиерей служит, но мы не московская патриархия, иначе они нас раздавят сразу. Ну, да, 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 мы наблюдаем, ситуация, ситуация непростая. Сложная ситуация, да, из-за того, что священников поставили под зависимость из зарплаты, и еще такой момент, что когда заказывают требу именно в храме, и уже определенную сумму должна быть оплачена, если эту сумму священник не приносит, то это из его зарплаты вычитается, и вот мы разговаривали, когда, а как тогда быть, он говорит, ну вот так вот и приходится быть в такой зависимости. Да, тут какое дело, то, что если мы знаем плюс-минус, и надо смотреть, плюс все, что в Библии написано, а минус, что против идет, и в Библии написано, чтобы каждый человек отдавал десятину священству, вот ты заработал сто долларов, десять отдай, тысячу заработал, сто отдай, еще непонятно, десятину убрали, а поэтому торговля, теперь с тарелкой, за таинство, за все деньги, а это симония, смертный грех, то есть все перепутали, а почему не берут десятину, а кто ее будет давать, бабки, а что он с нее возьмет-то, пенсии маленькие, и поэтому им выгодно торговать всем, а вот у нас 27 лет община, у нас ни одной свечки никто не ставит, свечки горят чисто восковые, мы покупаем воск, сами бабушки льют, сестры наши, там нужно, чтец стоит рядом, сколько нужно, зажгут, и у нас огарка не остается, у нас в выставе написано, она должна догореть и погаснуть, написано все сожжения и жертвы, все сожжения, они вот такие вот воровать, переливать опять, да еще накрасят, синие, у нас они ароматные такие, и вот если мы денег-то не имеем, налоговые пригласили меня и говорят, ну вы православные, да, зарегистрированы мы все, а почему отчета нет о деньгах, я говорю, а какие, ну, таинства какие-то у вас там, они, а я говорю, а какие у нас таинства, ну, крещение, в начале венчание, у нас, я говорю, все бесплатно делается, а как бесплатно, ну как, чужих, с улицы мы им не преподадут таинства, дальше, ну а продаете свечи, там крестики, они продаем, у нас нету этого, у нас, мы сами все делаем, и они крутились, с кабинета в кабинет ходили, там, не могут поверить, ну православные, надо содрать с них что-то, и ничего не могли взять, а добровольное пожертвование, когда если, у нас ящик висит, на нужной церкви, кто желает, положит, но десятину строго платит каждый, с пенсии там, то другое, да, какая там пенсия-то, но, у нас хватает на все, и, кочегара содержим, и крышу перекрыли, и батюшка, каждые две недели, он мотается, из Потеряевки обратно, одно воскресенье, там, другое здесь, десятина святая называется, от торговли, Господь бещами порол выгнал, и опять подобрали, затащили, и установили, я сейчас не знаю, кажется, шпиллер был такой, Всеволод, в Москве, священник, и он много говорил про это, как убрать ящик, но, наконец, все согласились, на него вытащили, разломали, давай сжигать, он говорит, это не просто смешной ящик, это старый жид присосался к нам, жид, и сожгли все, а мы не жгли, у нас нечего было, иногда спрашивают, у нас не женщина в брюках, вы из храма выводите, я говорю, нет, как так, у вас так строго, я говорю, а как ее выводить, если мы ее не запустили, да, мы ее там на крысе, принесем одежду, переоденем, скажем, она будет стоять, если у нее нет справки, она не, ну, не знает, оглашенная, она будет с оглашенными выходить, поэтому, если кто-то едет, тут батюшка наш едет куда-то, он берет в местной метрополии, что не отлучено, не под судом, он в любом месте может причаститься и служить, и мы поехали, когда вот это путешествие от Владивостока до Лиссабона было, у нас у каждого был документ, что мы не на отлучении, мы члены православной церкви и печати, вот так. Да, это здорово, конечно, Игнатий Тихонович, я, конечно, ну, изумляюсь, ни одной таблетки, вы говорите, за всю свою жизнь не выпили, это очень хорошо, мы тоже таблетки, штрафки, там, чего-то, но не, там, перекись водорода, йод, ну, что-то такое вот. Никакое, нету, нету, вообще нету. У меня один человек, тут близкий мне, на днях и говорит, вот бывает человек состарится, особенно с 80 лет, официально можно кого-то нанимают, за ним ухаживать, а кто ухаживает, ему платят деньги, ты не хотел бы, я его выгнал из дома, чтобы даже не говорил, я его просто прогнал, уйди и не смущай даже, я могу ухаживать, если мне платили, так мне это не надо. Вот, приехал архиерей, у нас было, миропадо, сказать, соборование, но он идет мимо, ну, давай хоть помажь, я говорю, краевой больницы, врач у нас есть один, у меня намажен еще надо, не надо, написано, кто болен, призовет, присвятил ров, призовет, то есть он сам пойти не может, а я стою в храме, а теперь и помолится над ним, над ним это вот, я стою и наклонился, то есть он лежит как парализован, я говорю, еще не считайте, ну, считайте, первая глава Якова, послание-то. Да, так как в храмах люди приходят и соборование проводится, вот у нас здесь, батюшка, один раз в три года соборование проводит, один раз в три года, но мы не попадали, но и люди все, и здоровые, и больные, все стоят на соборовании. Ну да, если здоровые, говорят, авансом, если я заболею, так я вроде сделал, нет, не надо, у меня сестры теперь уже знают, каждое его служение, они записывают, кто болен там, у кого, и записать, я говорю, а вот это видало, порядки, порядки определены, записывай, я тебе пропишу на спине, ты что делаешь, все смеются, не надо, святые говорят, мало пи, и здраво будешь, и здраво будешь, да, мало ешь, днем никогда не ложись спать, запомни, никогда не ложись, днем, да, тебе, если ты встала, ты возьми какую-нибудь там подушку, под голову подложи, на диване, опереться, чтобы вертикально почти встать, и все, не больше 15 минут, общий сон, вам если 60 лет нету, то должны спать в пределах 3-3,5 часов, за сутки, так, у меня доходило до 2,5, дальше не потянул, я еще иду засыпать, а если, а если уже больше, чем 60, ну, можете там, ну, не 10 часов-то, ну, не больше 7, по крайней мере-то, встала тогда рано, 5-6 часов, больше не получается, вот так целый день, на одной ножке крутишься, а вы знаете, утренняя молитва у нас по скайпу идут, по скайпу, да, это у нас начинается, разница большая, я в записи, по нашему, 5 утра, а в Москве, в это время, сейчас, ночи, ну, сейчас-то сейчас, но мы раньше там встаем, 4-40, и в детском лагере у нас всегда встают 5, так что надо иметь в виду, 5 часов, кто рано встает, тому что, Бог дает, вот Бог дает, вот так, это у нас рассказ рассказывали, один, ну, на пельси уже пошел, и бабки говорят, ну, что говорят, говорили, коммунизм будет, нету, ну, может быть, съездить в Москву, поговорить там, ну, а что поговорить, ну, хоть глазком в одним глянуть-то, как будет-то, про коммунизм это, ну, она говорит, ладно, Парфейн, поезжай, ну, Абдоте дома осталось, это вроде рассказа, вот он приехал, каким-то образом сумел попасть на прием, ну, на прием-то пришел, спрашиваю, еще раз сказать, ну, вот я отработал, ветеран труда, и у меня там почти 50 лет стажа, а коммунизма нету, когда он будет, ну, знаешь, он говорит, вот это, видишь, стоят галоши, это чьи галоши, я не знаю, он говорит, это мои, Брежнев, а вот это, а это сусло, вот когда твои тут рядом будут, посередке стоять, тогда будет коммунизм, когда он вернулся домой, бабка спрашивает, ну, что он говорит, подожди, чтобы я не забыл, пока расскажу тебе, вот смотри, Абдоте, вот это вот, щи, шлепанцы стоят, ну, ты что, старик, все забыл, даже твои, да я знаю, ты отвечай правильно, ну, твои, вот, ну, Парфене, ты прям совсем меня ни за кого считаешь, я считаю, а вот это, Абдоте, а это мои, вот когда Брежнев, посередке тут будут стоять, то дай коммунизм. Ой, господи, юмористы, юмористы, да, все, юмористы, один мужик, я попутно расскажу, один мужик, это пишет, решил проверить, как будет при коммунизме, подходит в советское время еще, я не подумал, что я рассмешить хочу, просто у людей это ум-то работает, и он подошел, пиво-то будет, по чем кружка-то, ну, она говорит, там, рубль сорок, так, сколько у тебя здесь, она говорит, там, 700 литров, и он вытаскивает, тебе деньги отдал, а приди вечером, говорит, тогда и заберешь, эту, бочку-то, ну, еще она, поушла, и он тогда взял табличку, повесил, пиво бесплатно, вот один подошел, второй, ты мужик, по чем, бесплатно, ну, никто не верит, отходит, один подошел, выпил пиво хорошее, а почему бесплатно, ну, тебе дали, иди не разговаривай, он пошел, другим сказал, говорит, ну, и там, в начале очередь такая, драка, там, что пошло-то, ну, и сразу милицию вызвали, милиция забрала, а кто виноват-то, мужик продает, его взяли, он говорит, а я что сделал не так, ну, это ты смуту-то навел, а тут всю-то, ты что сделал-то, тут район самый тихий был, а тут посмотри, какой гул-то пошел, он говорит, а я что сделал-то, скажите, ну, продавал бесплатно, я не брал деньги с них, людей-то, такой статьи даже нету, ну, они видят не взять его, потом утихло все, ну, ты по-хорошему расскажи, зачем ты это все затеял, знаете, мужики, мне хотелось посмотреть, когда каждому по потребности при коммунизме еще будет тогда, а в 62-м году, Хрущев провозгласил, через 20 лет, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, а то с 82-го там, и у каждого квартира, 18, и получается уже 37 лет мы живем при коммунизме, так что с нами осторожно, да, точно, точно, еще, еще, Игнатий Кихонович, я смотрю, прям, каждый день смотрю, как вы, в этой рулетке, я вообще такого даже не знала, и когда ваши ролики стала смотреть, думаю, что это за рулетка, ой, а потом там думаю, ну, это же надо, такое, как вы говорите, правда, это про дно, но, сердце прям болит, когда видишь, там детей, да, последние, вот два мальчика были, они, они, два прям такие мальчика, вы говорите, такие мальчики, вы хорошие, в каком-то селе они, район, там, в область, может, тоже Алтайский край, вот, что-то я не помню, откуда они, туда, к Москве, а то, сегодня утром, вечером я выставил, да, да, вот я и посмотрела этот ролик, такие ребята, что они там делают, вот что, откуда они знают, про эту рулетку, откуда, боже мой, бесплатно, ничего не надо, только, поэтому мужики, половина прячутся, головы, чтобы не было видно, а иначе, его заблокируют, забанят, и платить 200 рублей, а вот, ну, слава Богу, хоть такую сделали, такое ограничение сделали, ну, в общем, вы там воюете с ними, и не то, что воюете, нет, но Господь же знает, что души, 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 которые способны еще слышать, слышать слово, нравится мне, понравилось, как с мусульманином вы разговаривали, ведь на самом деле люди трезво мыслить и сопоставлять, очень тяжело могут, очень тяжело, вот, Аллах и все. Аллах, и к таким людям Господь может проложить дорожку. Да, да, сколько людей нашлось, которые говорят, а мы на вашем канале подписаны, только увидели меня, один из Америки был, русский, как он захолстся, там захлопал в ладоши, я столько лет вас искал, не думал, что вы тут-то, тут-то вы как попали, я говорю, а Сергей-то парализованный, два ролика оставил, а я убого пробил тогда, дай мне этот талант Сергея, Господи, я уже тактику, как подходить, ну раз, мне не знаю сколько, семь раз, кажется, сменил, и наконец-то сейчас почти усыновилась, как одному работать с ними, я и тыр считал, и вас, и вы. Да, и ты уже это смотрела, смотрела Сережу, да, меня сын Сережа, и вообще для меня имя Сергей такое дорого, у меня брат родной Сергей, так что такое имя. Давайте насчет ребятишек, что вы хотели сказать? Насчет которых я увидела в ролике? Нет, которых привезли. Нет, я не говорила, что мы привезем, нет, я просто сказала, что мы в Омск приедем. Нет, вы спрашивали, что про детей, лагерь работает, нет, зачем же смешала? Я про детей, да, я спрашивала про детей, будет ли у вас лагерь, вот я про лагерь спросила, ну да, я, может быть, кто-то из моих знакомых, может кто-то из моих знакомых с ребятишками, чтобы... Мы маршрутку скинем, путевку выдадим. Да, 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 но я вот приеду, мы должны, если Бог даст, то недели после 26 мая, где-то так вот мы планируем, что мы приедем. Переведите мне вашу фамилию, что она означает? Наша фамилия? Да. Трощий, да, Трощий. Там, по-моему, было написано, нет, как-то по-другому было. Не, ну это английскими, английским. Это украинская. Это украинская фамилия, там фамилия мужа моего. А вы не знаете, что означает Тишли? Тишли, Тишли, что означает? Фамилия Тишли. Тишли? Тишли. Не знаю. Не знаете. Это не... Все, вопрос снятый. Я думал, какое-то отношение имеете. Думаю, я узнаю. Нет, 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 нет. Хорошо. Но я вам напишу, я вам напишу точный адрес, и точный, как фамилия, и на русском, и на английском. Мы просто определим, куда нам книги доставлять. Ну, хорошо, Игнатий, спасибо большое. И все напишем, и будем на связи. Так, а мы спасибо не говорим, говорим, спаси Христос. Ой, спаси Бог, спаси Бог, это я. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Да, спаси Христос. Ну, вот смотрите сами. Всех плат. Если будете, если вы хотите, точный адрес, прям буквы печатными напишите, как, что, и это мы постараемся сделать, если только, ну, порядок, я напишу какой, прям сейчас вам скину. Хорошо, Игнатий, чек высылаете, если из-за границы, там, через Western Union 10 цифр, я сразу получаю, а потом вы, когда получите, вы делаете фотографии с книгами, 2-3, и нам вы делаете фотографию. Мы видели ролик, где получил кто-то, мужчина, и выложил радостные все книжечки, это мы тоже видели. Да. Мы сделаем тоже. Один получил в Ирландии, долго шло, он грузин, он же там гражданца принял, целый месяц. Дошло до границы, стоит. А в Дании было, мурыжили, и вернули назад. Докажите, что вы автор. Я достал, значит, все под печатями, что я автор книг этих, давай еще что-то. Ну, они там, а те ходят там, им не отдают, и все, и вернули книги. Я говорю, задержите их как-нибудь. Никак не могли. Там, ну, пролежали они месяца два, их надо отправлять. А тут получили. Я не выкупаю, я уже заплатил за них книги у меня там. Я говорю, давайте я в почте раздам вам книги даром, да и все. Нам не положено. Они держали, держали, и потом, видимо, что-то там сделали, и мне отдали их. Вот так. Ну да, это накладка, так накладка произошла. Почему, что, это тоже непонятно. Но у нас почта здесь как часики работает. Очень хорошо. Полный комплект книг находится в Сан-Франциско. Вот. Но это далеко. Это западная побережья. Это 31 килограмм весу. 31 килограмм. На полке стоит, метр сорок занимает. Ну, у нас дома большая библиотека тоже. Ну, наверное, все-таки сюда. Мы посоветуемся? Я скажу, что книг аналогов, чтобы сравнить, а я такое читал где-то. Их просто нет нигде. Я теперь уже поняла. Завета. За 2000 лет такого не было ни в Восточном, ни в Западной части ни у католиков, ни у православных. С откровением. 240 иллюстраций святых. все остальное. Вот, не так хоть посмотреть. 297, только я делаю там комментариев. Расширяем, где положено Пепилакт, и какие святые пришли после него, и тогда еще мы расширились. Рафим Саровский, там, Ян Кронштадтский. То есть, Господь так сделал. И толкование на откровение по всем святым отцам Геннадий Фас сделал. 430 страниц. С опровержением современных разных лжетолкований еретиков. Он три года над ним работал, над этой темой. А начало в моем доме. Это очень большой труд проделанный был. У Путина видели. Вот мы когда проехали, то это же не просто так. Мы посетили 650 городов и сел от Владивостока до Лиссабона, Прибалтика и Скандинавия. 650. Мы подарили в обществе сложности по тем деньгам, как выходили на 35 миллионов. А у меня пенсия за месяц 110 долларов. Это 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Какой-то подпольной деятельностью Игнатий Тихонович занимается. Да. А почему так не было? А мне не давали работать нигде. Только при милиции нашего района и ведомственной охране, чтобы все время был на глазах. Преступник Разрушитель государства Разрушитель государства Благодаря таким, как Лапкин подтащивались у стоек коммунистического режима. Я первой стране распространил архипелаг ГУЛАГ Первой стране распространил архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Среди божественных книг, Библии, Златоуста. Я это взял и брал интервью репрессированных еще. А теперь бы раз человек, миллионы не купишь. Тех людей нету, они умерли. А это все осталось записано. А теперь все это мы сняли из аудио и в книге отпечатали. Да. Да, это бесценная. Бесценная историческая литература. Да. Историческая и по вере. Как правильно веровать? Эти люди, которые пережили все, сохранили веру, детей вывели. Вот одна бежала 750 километров по тайге, не по дорогам. И трое ребятишек. Там волки, медведи. Это главное людям не попасть. И как она сюда вернулась и что дальше было. И она сама все рассказывает. Вот. Это очень важно. А почему брали? Я не могу ответить почему. Я видел, что это важно. И кроме того, у меня вышло 38 томов, а 7 томов, которые в электронной версии. И последние 4 тома по 800 страниц. Это стихи. Да, да, да. Это их надо напечатать, но сколько-то миллионов надо, вы говорили. Их можно напечатать. Они только в интернетной версии. Нельзя никак. Цены огромные просто. Ни денег, ничего. Так они у меня стоят. Уже все готово. Готово? Ну, я на сайт когда заходила, книгу стихов, книгу стихов я не открывала. Я открытым оком только просматривала книги, но привычка с детства ощущать в руках книгу, листать страницы же. Это не сравнить. Видите, электричество погасло, ни у кого ничего нету. Вот, вот, да. Тут свечку и все и читаешь. Да. Ну, хорошо. Ну, если вам хорошо, будем расставаться. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. Всех благ вам, здоровья и успехов, удачи. У меня голуби, три голубятни, понимаете? Да, да, мы видели ваши коробки голубик и дома были. А где голуби, там никакой тоски нету. Нет, воркование голубей сразу у тебя настроение повышается. Я говорю, гуси гогощут, надоест через минут пять, курица квочит, а минут десять, а голуби хоть сутками воркуют, не доедают. они как стонут. Вот почему покажите. Не знаю, Господь говорит о Израиле как голубица стонущая. Она вот так вот, я захожу к ним, вот сейчас сегодня залез туда к ним, захожу, Христос воскрес голубям-то, а не голову на бок. У нас сестра одна была, она недавно умерла, но она очень верующая, очень верующая была. И она, я, говорит, воду набирала, во сне вижу, я, говорит, склонилась, а там рыбки плавают. И она спрашивает, рыбки, рыбки, а вы знаете, что Бог есть? Они, говорит, мы разговаривать не можем, шепотом, как говорят, а мы знаем и молимся. И тогда сплашивает она, тогда повернула голову, ласточки спрашивают, а вы в Бога верите? А ласточки говорят, у нас все верующие, верующие. Она тогда спрашивает воробьев, а воробьи, безбожники. Она тогда спрашивает собак, а собака отвечает, а у нас все безбожники. Вот считает, что у нас статья в газете была, у злого человека голуби не водятся. Вроде голубя бежит, а у злого человека собаки. Я говорю, у меня и собака, и голуби. Тогда как? Да. Нет, это уже... Нет, это зависит. Это зависит от Бога. Положит на сердце, как воск сделается. Убрал руку, ирик фараон, а я ожесточу его. Все? Да. Да, слово Божье всегда верно и никогда неизменно. Да. Ну, я очень рад, что вы зашли. думайте. Хорошо, Игнатьевич, мы вам стараемся. Что нужно делать? А вы мне тогда дайте адрес, и все остальное мы уже тут... Мне надо поскорее успевать, потому что я уезжаю десятого. Мы прямо... У нас сейчас второй час ночи, второй час ночи, но утром, утром, через 5-6 часов, я думаю, мы вам уже ответим. Хорошо. И все? Договорились. Договорились. С Богом. Всего доброго. Спасибо, Христос. Всего. Давайте. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Отключайтесь. Аллилуйя. Спасибо. Да. Спасибо. Все. Субтитры подогнал «Симон»